Это на мусоре возле лавочки, а сказала там все, и колу еще там... Доброе утро! Что-то я не в голосе, да? Нормально. Ми-ми-ми, сейчас распоюсь, разработаю голос. Ми-ми. Так, чего я вышла вообще в эфир? Ребят, я забыла, что не разыграла духи, которые должна была разыграть вчера. И сейчас я это сделаю. Вот эти вот мадемуазель Азара, духи, которые у меня были дома, я делаю уже эфир, каким образом они у меня оказались дома, не знаю, но они у меня уже очень давно стоят. Если они лишние, значит, их нужно дарить. Вот, и сейчас я их подарю кому-то из вас, кто мне... Светочка, откроешь мне? Извините, что у меня дети в кадре пробежали. У меня просто они есть. Так-то. Я их не могу сегодня никуда засунуть, потому что суббота. Их ни в школу не отправить, блин, и обратно уже как-то поздняк. Вот, поэтому они у меня будут иногда бегать. И день все-таки на улице. Так. Духи. Вот под этим видеороликом, где я, зайка. Доброе утро. Один из вас, 4600 комментариев, получит подарок. Да, доброе утро. Как там, доброе утро, добрые люди. Привет, да. Итак, девчонки. Момент истинный. Кому достанутся духи? Вы мне напишите 3 раза слово духи. Вот на третье слово духи я останавливаю свою рулетку и показываю победительницу. После, один раз надо слово духи написать, не 3 раза подряд, а один раз. И на третий коммент со словом духи я делаю стоп и выбираю победителя. Как избавиться от чего? Духи раз, духи два, духи три. Оп. Я участвую, Светка, помидорка. Светка, помидорка. Духи достаются именно тебе. Сейчас еще открою вообще страничку. Светлана, жена принцессы. Какая симпатичная девушка. Вот, Светочка, я вам отправляю духи. Мне нужно только знать ваш адрес. Сейчас я еще в директ вам напишу. Поздравлю вас с победой. И жду в ответочку вашу почту. Прямо в прямом эфире буду писать. И чуть-чуть сами поболтаю. Доброе утро. Ой, Светочка, я с твоей страницы уже начинаю. Я не могу сейчас покарать. Ты чего на тебе вышел? Забыла, что не со своей. Светочка, но я с твоей странички отправила. Да. Все, чтобы не потеряла дело. Здесь сейчас от скрини. Ой, да. Но она молодец, много комментариев написала, поэтому там без вариантов, по-моему. Худела? Я? Нет, не худела. И палец. Не худела совершенно, я еще с утра тортиков навернула. Обычно вот с пятницы, вот с пятницы, вот утром очень хорошо тортики заходят в субботу. Это мой завтрак в принципе. Потому что надо сахарок поднять. Я все, да, я все скрины собираю со вчерашнего вечера. Да, доброе утро, всем доброе утро. Вот, разыграла, то мне прям аж совестно как-то стало. Девчонка пишет под каким-то постом. Рина, вы забыли сделать розыгрыш духов. Думаю, есть Семен Семенович, реально забыла. Вот, ну не могу же я не этот, не сдержать свое слово. Вечером давайте интересный скрины кидайте в директ. С удовольствием посмотрю. Вечером предлагаю заняться йогой. Да можно было, конечно, у меня правил никаких не было. Не надо было никуда подписываться. Это просто мой подарок для вас. Ну, для моих подписчиков сделала розыгрыш такой абсолютно элементарный, простой. Надо было оставить только любой комментарий, и все, я выбрала победителя. Вот, ты, за минуту мы с вами все это сделали. У меня очень много духов. Посидели замечательно. Я вам скажу, что Натуська, она настолько скромная девушка, настолько она цветочек прям. Мы с Масей, конечно, на ее фоне две акулы, если честно. Бультерьеры практически. А Натусь, несмотря на всю свою внешность, такую мощную, сильную, на такой маленький нежный цветочек. Даже вам нужно было в детстве. Да, у меня Валерочка была сбит сынок, вот этим несоответствием физики и внутреннего мира. Вы знаете, ее внешность, это, наверное, Алиса в стране чудес. Такая она нежная, такая вообще, она чуткая, трогательная. Обалдеть. Вот, и мне очень приятно, что было много адекватных комментариев по поводу Натуси. Ну, Иришку-то многие знают уже, шпак. А вот насчет Натуси, конечно, были... Я помню, год назад, я причем в эфире вчера тоже рассказывала, случайно, который... Сестричка, вот она, здесь Светочка, рядом. Чеек, да. Это, ну, рассказывала, что я писала пост в том году с Натусей, фотография есть, где мы на соревнованиях пересеклись. И я написала то, что даже у Натуси есть муж. И там всю эту информацию так перевернули, что, типа, а что, Наташа какая-то не такая. Вот как раз именно, что Наташа не совсем такая, как все ей. И при этом она замуж, ему счастливая женщина. У нее замечательный муж. Влад, и сразу видно, как он ее любит. Ну, поэтому она и осталась девочкой нежной, трепетной, потому что рядом с сильным мужчиной. У нее муж настолько ее обожает, что ты хочешь, не хочешь, будешь девочкой. Да, побольше эфиров, но видите, сейчас лето, я попробую, конечно, собраться еще, может, с блогером чуть-чуть придумаем. Все разлетаются, Масечка улетает, Саша, в Турцию, и я сейчас улетаю с Валерочкой во Францию. Сохранился эфир. Мне 36-37 будет скоро. Светочки 43 сидит, она тут такая. Через день мечели. Через две недели Светочки 43. Смотри, старушечка моя сидит с кружечкой. Светлана Васильевна, ну, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни. Прекрасно. Собираюсь дальше еще. Да, еще катится. Еще, куда же катится-то, Светочка? Есть. Светочка – это моя старшая сестра, хозяйка магазина. Валерочка отлично, да, выглядит. Валерочка, она сейчас посылку моет. У меня Валерочка завтрак детям приготовил, посуду моет, порядки там наводит. Валерочка, умничка. У Светочки один ребеночек, Ваня, у Ирочки один, но она ждет, близняшка. В общем, вот Света, хозяйка магазина, помимо того, что магазина, они еще сами шьют вещи индивидуальные. У Светочки 1 июня. Я вчера приехала в физичном власти, я бы не попал более. Ну да, вот это моя старшая сестра. Да, Светочка, замужем. Носочки клевые. Ну да, мы тут по-свойски вообще одеяло, тапки, как бомжи реально. Ну а что, кем купить? А теперь самой как Мариночка где-то. Перевернись. А, блин, вот она, она. Нет, и дальше, 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 да, вот так. Я вообще на стиле, как видите. Я стильная женщина. Лай, лай, лай. Ай, блядь, палец. Ну все, ну давай там, за своим пальчиками поаккуратнее. Вчера резанула по пальцу, думала полпальца о себе очикаю. Хорошо, птичка? Да, Ирочка беременная. Мы в ожидании. На стиле девчонки. Мы вот дома, да, когда, ну сидим, завтракаем, и тут сообщения приходят. Вот что-то татухи не разыграла. Я же бегом даже штаны не надела, понимаете. Кепку, да, чтобы голова не умножила, одеяло, и все, пошла. Проводить розыгрыш. Ну и духи мадемуазель Азара уходят. Светочки, по-моему, да, как от Светланы там? Помидорка. Светлана помидорка, да. Кстати, давай заберу, что ума еще. Вот сейчас со Светочкой марафон, будем еще дальше фотографии, остальные смотреть, и думаю, отличное самочувствие. Девчонки, когда пьешь хороший напиток, и при этом еще хорошо закусываешь, перед тем, как выйти в эфир, нам, Валерочка, мой муж, приготовил ребрышки барани. И мы так хорошо закусили. Поэтому я левая, левая рука опять. Причем резанула, говорю, ну почему я никак не могу со своим женским началом мосты навести? Ну, ну не могу, и все. Я вам уже говорила, что я все время буду на левую сторону травмироваться. Ну ничего, и вот то порезать, то занозу, то еще что-то, то споткнулась, и все время все на левую сторону у меня будет. Ну, я же это принимаю, главное, и понимаю. Трое детей у меня, но сейчас в доме их больше, по-моему. А, нет, Веру забрали, Маруся. А Тёма осталась? А Тёма здесь, Иваня здесь, Ира. Четверо пока в доме. Веру забрали, подрезали Вера. Да, тут и хорошая печень, но там тоже, знаете, должно быть все-таки правило питья. Потому что если сидеть, там нажираться сладким красным вином, то на следующий день не избежать похмельного синдрома, по-любому. Но если сначала хорошо покушать, а потом, ну, хорошая, нормальная жирная пища, а потом уже открыть коньяк, причем хороший, такой Хенеси, Куруазье, Реми Мартин, что-нибудь такое из дорогих напитков, то можно спокойно бутылочку надо выпить и утром лечь поздно, а утром встать и прекрасно себя чувствовать. Потому что там нет химии, там нет токсинов опасных, которые присутствуют в других напитках. Поэтому я такой, знаете, алкаш, который, ну, только дорогие напитки пьет. Или если уж пить нечего, там за столом нет хороших, дорогих напитков, я даже пить не буду. Во-первых, а во-вторых, если я сомневаюсь в определенном, там, вином, я, например, сомнения вызываю, то я лучше водочку выберу, но опять же хорошую. Не могу, вот мой организм не любит гадость. Причем нальют, если у меня случайно в ресторан пришла, и нальют мне, доброе утро, и нальют мне напиток другого качества, я сразу же это понимаю, говорю, девушка, вы же мне принесли совершенно другое, что-то пойло какое-то. Говорю, можно мне, пожалуйста, тот же коньяк, который пила? То есть все время, знаете, рассчитывают на то, что клиент уже хорошенький, и он не разницу не увидит. Нифига, я всегда разницу вижу. У меня нос очень четко различает все ароматы. Что за транс перекачанный на фото? Ребят, ну что за тоже манера разговора? Почему транс? Если девушка с такой физикой, значит транс. Почему мы мужчин не называем, ну как? С дыхниками, например, вот эти. Нет, сейчас вообще, если взять, очень, ну 80% мужчин реально хуже женщин выглядят. Мне как их называть? Мне как вот их растениями называть? Овощами? Или бабами будут их называть? Ну мне даже бабы не назвать, потому что девочки как выглядят хорошо. Это даже для них слишком комплимент будет какой-то, если я буду таких овощей называть бабами. Если так. Эта девушка живет в спорте, ее образ жизни. Если вы приходите в балет и видите, как прыгают на сцене, выдавая разные балерина, там ее напарник. У них очень мощные икры, широкие плечи. Если вы приходите на соревнования по гребле, еще чего, там, разумеется, у людей будут огромные плечи. Это издержки профессии. Если вы идете на семинар к психологу или еще что-нибудь, к физику, вы увидите, что они очень все похожи. Это тоже с какими-то залысинами, с бородками. То есть типаж такой будет определенный. Но нельзя же девушке в спорте выглядеть иначе. Она, по-моему, пятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу. Ну то есть у нее... Сами надо понимать, это профессия такая. Она в душе, я уже сказала, мы с Майской бультерьеры на фоне Наташи. Потому что она в душе очень нежный и трепетный цветочек. Она прям девочка-девочка. Она такая вот очень тонкой душевной организации человек. Как я обычно пытаюсь. Да, вы знаете, я много себе позволяю, просто я меньше стараюсь. Ну как вы думаете, что они с голосом? Натуся много раз в эфирах снимали передачи, они многое, спортивные каналы. Она говорила о всех препаратах, которые она там принимает. О спортпите, которые она тоже принимает во время соревнований, перед соревнованиями, на подготовке. Как вы думаете, почему голос меняется? Почему у Евнуха голос меняется? Я просто предположила. Так, ну сделала как вариант подумать. Не, не, длинные волосы не мое. Чем я в жизни занимаюсь? Я помимо того, что бухаю, я еще и тренер. Не поверите, фитнес-тренер, йога-инструктор. У меня есть свое приложение. У меня также есть марафоны. По всей стране семинары провожу. Много чем. Не по алкашне. Ну хотя и по алкашне уже пора проводить, наверное. Потому что я переживаю за нашу нацию. Меня иногда пугает, что люди умирают там с похмелья, еще что-то. Да. Так, конечно. Много чем занимаюсь, ребят, в жизни. Нет, девчат, я не курю. Не курю и не люблю курящих. Нет, если рядом со мной будут курить, курите. Я терпеливая, могу промолчать даже. Не отреагировать. Но сама не курю, и в моей компании практически никто не курит. Все, спасибо, спасибо. Ну да, у меня это скоро будет профессия буквально. Вовчинка все время везде с бокалами. Ну а что могу сделать, если у меня получается сделать кадр тогда, когда я остановилась со стаканчиком? У меня или эфиры в машине, я все время еду в пробках, или у меня фотографии с бухлящим, все время с какими-то стаканами, с бокалами, с бутылками. Такое ощущение, реально, как будто я на стакане круглосуточно, вообще даже не сползая. И даже не чаю мне в стакане. Вино. Да, дождь поливается вчерашнего дня. Сейчас фитнес-клуб еще открываю, интернет-фитнес-клуб. Есть возможность еще записаться, он мне 10 июня откроется. Напишите. Я с 6 лет в спорте. О, Светочка, продиктуй мне телефон, куда мне? То есть сама себе рекламу не сделала. Вот я туплю, а. Плюс 7. Здравствуйте, да. Плюс 7, сейчас. Сейчас поговорим, да, про девочек. 900 чего-то там, Свет. Так, господи, старая больная женщина. Какой у тебя там он? Вот он, 985. Если ты его не знаешь, откуда я его должна знать? Светочка, у меня же много, я же не могу все телефоны знать. 021. Я вот посмотрю, или фитнес-клуб, или йогу вечером дать. Ночу. Почему бы вечерочком не потренить, правильно, девчонки? На, Светик. Это у меня фитнес-клуб. За 500 рублей в месяц. Да. Вот, солнышки, кому тренировки, йогу дать вечером, давайте поезжим. Вот умнички. Обязательно, пранаяма обязательно будет в фитнес-клубе. Будут три тренировки в неделю. Понедельник, среда, пятница. Чем отличается от марафона? Тем, что не будет каждый день тренировок. Будут только три раза в неделю, так как я буду в путешествии целый месяц за рулем. Йогу, да, все, я поняла, сделаю йогу вам вечером. Вот, спасибо, послушайте. Да, 500 рублей, и сразу отвечаю, ни за что больше вам доплачивать не нужно. Мне смс-ки, когда отправляют в WhatsApp, вот пишите мне вот сюда в WhatsApp, хочу в клуб. И я вам расскажу, как оплатить и куда подписаться. Не, они же, шпак, не останавливаются в гостях с ночевкой. Я живу рядом с Москвой. Каждая женщина любит просыпаться у себя дома, согласитесь, это удобно. Когда ты проснулся и в своей кроватке, со своей раковиной, со своим туалетом, всегда так приятнее. Да, будет график, я вам его напишу. Будет понедельник, среда, пятница. Тренировки будем чередовать. Также будет питание на каждый день и психология по воскресеньям. Все это за 500 рублей в месяц. Пишите? Не знаю, у меня почти пятерка размер груди. В Красноярске пока нет. А вы считаете, что попу в йоге нельзя прокачать? Еще как можно. Вообще, по йоге-гей как можно. Там на статью куасаны, если повыполнять, ух, все тело будет дрожать, дребезжать. Шпаки, ну, ребят, ну что за глупости? Любят, не любят? Лично я не замечала, чтобы у Саши и у Иры была какая-то агрессия к детям или еще что-то. Дети их любят? Как вы думаете, почему? Если бы человек проявлял нелюбовь или, я не знаю, как это назвать правильно, неприязнь к детям, они бы на него внимания не обращали и обходили бы стороной. А Верочка у меня маленькая, которая самая маленькая, солнышко, она прямо от Сашки в восторге была. И бежала его, обнимала, на ручки к нему прыгнула. Счастливо, Саска! В общем, ну, я не знаю, вот это ж надо понимать, что детей не обманешь. Да хотят они детей, почему не хотят? Они же говорили, что Сашка не может иметь детей. У Иришки тоже она пока не готова. То есть придет время, если бы, вот согласитесь, если бы сейчас случайно вы узнали, что ой, я беременна, ну, у вас там семья, вы вроде как не хотите детей, ну, вам так кажется, что вы не хотите, потому что у вас 5 лет ничего не получается, к примеру, сейчас порассуждать, 5 лет у вас ничего не получается, а друзья задолбали, родственники затрахали. А когда ребеночек будет, ой, а почему вы не хотите детей, ой, ты еще не беременна, ой, а там уже все твои подружки понарожали. То есть у вас автоматом вырабатывается защитная реакция, блок на эту тему. И у вас будет агрессия появляться, потому что люди лезут совсем в святое, совсем в личное. То есть, собственно говоря, это практически спросить, сколько раз вы занимаетесь сексом, а вообще занимаетесь ли вы сексом? То есть, в постель залезли. Мне бы тоже это не нравилось. Я бы тоже сама, так же реагировала. Почему нет? Так что вы не путайте вещи. Доброе утро, девчат, ребят. 36 мне лет, 36. Пластического хирурга, Маришка Тычинина, есть крутой хирург, Светочки грудь делала, вон офигена. Да, конечно, я же говорю, я бы тоже так говорила, чтобы уже отстали. Не хотят, все. Я бы тоже, не хотим. Вот, понимаете, примерно так. Марина, а почему вы волосы не отращиваете? Что мне остается делать? Не хочу. Все. Я думаю, это нормальный ответ. Я же ответила, ответила, никому не нагрубила, нет. Это вообще так может тебя не дать вопроса. Не хочу. Да не была Наташа мужчиной. Вы ее мужа видели? Он еще в два раза больше Наташи. Да нет у меня никаких похмелья или что такое. Вот что, девчат. Откуда? Я же нормально коньяк пила. Нормально закусывала. Почему у меня должно быть похмелье? И вам, девочки, тоже. Да вот сейчас буду награждать. Выйду из эфира и буду награждать. Марафон седьмой. Почему с Чесноковой не общаюсь? Кто не общается? Не знаю. Кто не общается с Чесноковой? Если ее нет в эфире или же в сторис, это же не говорит о том, что мы не общаемся. У нас детки сейчас в разных школах учатся. Мы хоть иногда так пересекались, сейчас реже, потому что мы в разные школы ходим. Осенью вообще будем с мужем переезжать в Москву, тогда еще буду реже видеть всех соседей. Марафон будет Маргарита вести. А это у меня не марафон, солнышки, это у меня фитнес-клуб. Спят, шпайки спят, дома у себя спят. Ночью всех проводила, мы тут еще два часа провожались. Пока провожались, еще дернули коньячку. Трое детей у меня. Сними эту пизню с головы. Это кепка, там написано Килиманджаро. Кепочка из Анзибара, знаете где-то находится, нет? Это Африка. Это Кения, Африка, это замечательный остров, летит туда 9 часов. Вот, это пизня у меня именно оттуда. Прикольно, да? Солнышки фитнес-клуб открывается 10 июня. Привет, Дашунь. Фитнес-клуб открывается 10 июня. Тренировки будут три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. В прямом эфире. Если не успели на эфир, в записи в сутки всегда в доступе тренировка. И по воскресенью будет психология. Также будет питание каждый день. И домашние задания. Да, Маргарита живет со Светой. Она так и пишет, что у меня и Света, и многие сторисы, и эфиры у нее со Светочкой, с ее девушкой. Владиночка такая, с формами такая, с сисьями, с попой, как она постоянно, Ритка, сучка ты красивая. Но она правда красивая, Светка. Во-первых, будем делать ремонт в доме. Почему переезжаем? Да, сейчас еще раз расскажу про фитнес-клуб. Йога обязательно будет в клубе. Фитнес, йога. И будет все, кроме плавания. Бассейн у меня там, блин, нет. В фитнес-клубе, в онлайн, в интернет. Ели на завтрак торты. Несколько тортиков съели со Светочкой. Это в шесть очень вкусно. Утро можно. Да нормально себя чувствую, девчата. У меня похмелья не бывает. Отлично отношусь к молочке. Вообще ко всем продуктам, если без фанатизма. Чуть-чуть сыра можно, немножко творога, запеканку. Там еще чуть-чуть. Доброе утро, да. Доброе утро, девочки. Да, будет за месяц 500 рублей. И питание, и фитнес, и йога, и психология. И еще домашнее задание на каждый день будет. То есть, если у вас выходной, то это не говорит о том, что вы не будете тренироваться. Домашнее задание будет хорошее, такое минут на 45-50. То есть, часовая тренировка даже. Видела скрины, много скринов мне прислали. И еще я их все смотрю, открываю. Большое спасибо, да, за то, что прислали. Потому что, как всегда, после эфиров ничего нет. Внимательные зрители отправляют. Спасибо. Нет, почему не должна быть Мася мертвая сегодня? Нет, я думаю, она не будет мертвая. Мы с ней только коньячок пили. И надо понимать, что она 2 часа вообще халявила, на воде сидела. И только уже, когда мы провожались, она такая, можно еще коньячку. То есть, почувствовала, здоровье вернулось, можно продолжать. Приложение Йога Вовченко. Есть приложение, мое фитнес-йога приложение. По ссылке заходите, что у меня в шапке профиля синяя. И за 300 рублей покупаете приложение. Если вам некогда нуждать 10 июня, не хочется и хочется тренироваться, то без проблем. Я про детей не поняла. В смысле про детей? Вы имеете в виду вчерашний пост? Просто Сашка поставила ролик, где с ним дети общаются. Ну, Ваня там немного ему в лицо лезет. Остальные просто дети, как дети, тусуются. И пошли оскорбления в адрес детей, родителей, которые не воспитывают детей. То есть, меня удивляет то, что осуждают детей, называют их невоспитанными. И при этом не понимают, что сами поступают крайне невоспитанно. То есть, вообще удивительные люди. И мне, если честно, всегда неприятно, когда... Моему 10, Юрочке 10, неприятно, когда начинают уже с унижениями, с оскорблениями. Ну, страна советов. С советами, причем такого характера советы деструктивного, как воспитывать детей. Я бы там пизды дала, я бы подзатыльник дала, я бы уже давно в угол поставила. Ну, вот это, собственно, вы и есть. С вами так вели. Вас сбили, вас наказывали, вас унижали. Ваши мнения никто не спрашивал, потому что вы были ребенком, а не человеком. То есть, у меня, например, подход к детям другой. Это люди. И они часто умнее взрослых. То есть, брать их, отрезать от взрослого общения, тем более в 8 вечера. Отправлять их в комнату или спать, или выгонять из комнаты. Ну, типа, пошли вон отсюда или как. Мы тут взрослые сидим, а вы пошли вон отсюда. Или что, как это? Я просто не понимаю. Если честно, мне сложно это понять, потому что у нас папа военный, и он именно так нас воспитывал. В угол там, все от стола отогнать. Ну, вот все, как вы говорите. А я так не делаю, например. Я вот разрешаю детям посидеть за столом со взрослыми, от них хотя бы чему-то научиться. Нет, тем более дети наши не совсем не позволяют так. А к Саше, у них определенный какой-то трепет на отрушение. Ну да, они причем дети реально вроде всех взрослых игнорируют, но Сашу не смогли. А вы знаете, это примерно как приходишь в магазин где-нибудь в Азии, там на Бали, в Вьетнам, где-нибудь в Индонезии. И там видишь фрукты. Фрукты, которые ты не привык есть, не привык видеть. У нас яблоки, груши, а там дуриан. Приходишь, думаешь, что-то такое. Ты его начинаешь трогать, щупать, крутить, нюхать. Что это за фрукты, что это за диконька, что это за новинка? Это вы, взрослые, начинаете делать? Проанализируйте. Именно так 99,9% людей себя ведут. Придут и возьмут в магазине. Он разрешение у фрукта не спросит. Он ни у кого не спросит разрешение. Он будет смотреть, он будет трогать. Потому что ему захотелось изучить что-то новое. Вот так же дети. Они изучают и, ну, как вам сказать, без агрессии, без каких-то левых движений. Ну да, попал момент, что Ваня пальцем в Сашу тыкнул. Представляете, дело было об одном пальце, назовем его так. Как у меня у брата про косточку, который выбросил абрикосовую косточку маленькую из машины. У меня же трешак тут был вообще. Такой трешак в месяц моего брата поливали дерьмом, что он свинья, что он выбросил косточку абрикосовую в окно на МКАДе. Что именно из-за таких, как он, засоряется весь мир. Вот, короче, он засрал весь мир. Причем он настолько у меня щепетильный в этом смысле. У него в машине много всяких бумажек, фантиков, потому что никогда в жизни ни один фантик не выбросит на улицу в окно. И дети такие же. Все по карманам раскидают, но никто на улице ничего не бросит. Даже жвачку. Домой. Вот. А тут органический продукт выбросили в окно. Маленькую абрикосовую, даже не персиковую, абрикосовую косточку. Понимаете? И там такой сер начался. Это лишь бы людям обосрать. Причем заходишь на страницу этих людей и видишь, насколько омерзительно они разговаривают со своими детьми. Как с даунами разговаривают. Ребенку уже 6-7 лет, первый класс. Тимошечка, покажи девочкам, как ты умеешь. Тимошечка, ну улыбнись. С дураком разговариваете, что ли? Это взрослый ребенок. Это личность. Это человек. Чего как с идиотом разговаривать? И у меня вот тоже. Я захожу, я же не комментирую, не пишу. Хотя я могу так же себя вести. Могу зайти и написать. Вы адекватная мать. Вы чего курили? Вот. И она сторбится, ей не понравится. А что вы тут заходите? Ну зато ко мне без проблем. Можно зайти и сказать. Твои дети тупые, невоспитанные, еще что-то там. Причем очень мне нравится вариант. Не ваши, а твои. Мне говорит человек. Твои дети невоспитанные, при этом неизвестного человека, называют на «ты». Где логика? Вот. Поэтому прежде чем учить, сначала надо на себя посмотреть. Да не собирайся никого слушать, девочки. Ну и молчать, я тоже не собирайся. У нас вся страна, это как раз сплошные вот такие вот, как их правильно назвать, лозунги. Не обращайте внимания. Пройдите мимо. Да плюньте вы на них. Не опускайтесь до их уровня. То есть мы всю жизнь так живем. Не обращаем внимания, плюем. Да нет, ни хрена подобного. Я буду обращать внимание, я буду перевоспитывать людей. Мне нравится, уходите. Нравится, слушайте. Но я буду перевоспитывать. Я 4 года это делаю. И у меня за 4 года в бане очень мало людей. Знаете почему? Потому что приходится менять людей. Это тяжелее. Это то же самое, что ребенку сложнее объяснить, как это сделать, чтобы не... Чего курили? Ну да. Как это делать, чтобы не травмировать себя? Как правильно? Проще мамке взять и саму за ребенка сделать. Правильно? Вот так же и здесь. Проще отмахаться и сказать, идите нафиг, вы тут никто, чтобы я вообще выслушала. Ну, это проще всего. Конечно, сложнее перевоспитать человека, переделать, поменять взгляды на жизнь, изменить себя. Потому что его родители так воспитали. Понимаете? Хамлом, быдло. У него родители такие были. Он впитывал с кровью, с молоком все эти замашки и привычки. И хамить, грубить, оскорблять. Это нормально, потому что в их семье это нормально. Понимаете? Когда папа поднимает руку на маму, когда кричит, унижает, уходит к другой женщине, оставил ребенка, вы же все это видели сами, когда были маленькими детьми, впитывали. И поэтому вы даже не понимаете, что вы проектируете эту жизнь оттуда, из детства. И эти маленькие дети тоже растут. И если сейчас их набить вот так вот, постоянно опускать ниже плинтуса, показывать пальцем на их место, как собачкам, туда опускайтесь, дети, туда вниз пошли маленькие твари, из них вырастает кто? Закомплексованные, неуверенные. Это самое мягкое. А потом начинается из какого-нибудь тихого ребеночка, который тихо сидел на своем месте, на своем стульчике и тихо ел ложечкой супчик, который никогда ничего не скажет маме. Он ведь сидит, сука, тихо ночью в лесу, резать тихо чужого ребенка, понимаете? И получать от этого удовольствие. Понимаете, что происходит? Зато он был маленьким тихим ребеночком. То есть в тихом омуте. Но это не только тихий омут, это еще воспитание. Понимаете, когда дрессируют детей, не воспитывают, именно дрессируют, как собачек. Я сказала. Да. Ты должен. У нас папа тоже любил такую фразу использовать, кстати. Я сказал, или место, что-то такое, ляпнуть. Вот. И я не могу сказать, что это не травмировало психику. Конечно, травмировало. Я это признаю. Поэтому я не могу детям своим сказать, я на улице спала, да, как истинный ВДВшник, прям под дождем. Водопадов не нашли, я под дождем спала. А вот тут такое. Вот, поэтому надо людей перевоспитывать, менять взгляды на жизнь и вообще расширять кругозор. Потому что я понимаю, что всех не переделаешь. Но даже если одного человека переделал, это уже огромный плюс. Это уже не просто так, ты сидел тут, речитативил целый час. Что-то Наташа умасить поняла. У кого словесный понос? У вас? Ну, идите, подотритесь, выпейте что-нибудь против деревьев. Умники, пришли тут опять себе самооценку повышать на мои самооценки. Зубы поломаете, поменяйте сначала зубы, чтобы кусать меня. Умницы, блин, и умники. Это Валерочкина тельняшка, у меня у мужа много тельников. Две поедали вчера. Да, вчера две пошли под ножницы. Вот, и тоже. Марина, а вы бы своего ребенка бы стали поддерживать, если бы он захотел, как Саша, выглядеть? Нет, блядь, тебя поубило, суку, сказал бы. Юра, извини, пиздец тебе. И прям по шее ножом. Все, понимаете? Вы когда такие вопросы задаете, вы чем думаете? Ну, встаньте, если вы этим местом думаете, то встаньте. Постойте, может быть, у вас какие-то другие мысли придут в голову. Ну, как можно такие глупые вопросы задавать? Если ваш ребенок пришел и сказал, мам, хочу татуху. Не, я, разумеется, скажу, потерпи немножечко, там, может, передумаешь. Ну, на крайняк, если уж я вижу, что ребенка не переубедить, я ему найду хорошего специалиста, талантливого, который ему сделает красиво хотя бы это. Понимаете? Ну, не втихаря пойдет, как многие из вас. А ну-ка, признайтесь, у кого на бедре бабочки, у кого на бедре кошечки. Много? А на попе, да, полосочка. Ну, или вот тут еще хорошая зона предательства. Сразу прям печать такие поставили себе на этот, между лопаток. Понимаете? Именно если вы сейчас проанализируете, когда вы делали эту татуху, то вы поймете, что вы ее сделали именно тогда, когда вас предали. Понимаете? Вы делаете, а их читаете татухи. Я знаю, почему люди, когда это делают, как они эти метки ставят, при каких обстоятельствах. Вот налепила себе, вот и, пожалуйста, получай. Вот, поэтому говорить, а если бы ваш ребенок, как Саша, ведь, да, ради бога, захочет, пусть. Я попытаюсь отговорить. Но если не смогу, я что, отказаться от ребенка должна из-за того, что он не подходит под ваше мировоззрение? Потому что вы считаете, что дети должны быть другими, люди должны быть другими. Возьмите Майкл Джексона. Ничего, человек вообще цвет кожи поменял. Зачем он татухи? Просто цвет кожи поменял. При этом он что, был талантливым, настолько талантливым. Он песен до сих пор, все с удовольствием слушают. У нас на эстраде ни одного такого, даже рядом, даже рядом не стояли, чтобы так же пели и вообще настолько творческие люди были. Просто никого нет. Я, походу, агрессивна. Я вообще агрессивна. Я же говорю, бультерьер. Прям лавить сейчас начну. Я прям сама агрессор. Я же говорю, мало того, агрессивна. Я еще тиран. Поэтому со мной невозможно работать. Тиран у всех, кто со мной работает. Живы, да, шпаки? Теперь портак на ляжке. Ну да, то видите, правда глаза колет. И сразу давай меня опускать, самооценку опять не понижать. Да Вовченко говорит не то или что это за словесный понос. А потом пошло агрессивно. Ребят, говорю же, зубы сначала смените на более крепкие, прежде чем меня кусать. Это начинается тут. Что за хрень на голове? Ага. Привезите себе такую хрень из Африки. А потом рассказывайте. А смотря где на левой руке у вас. Тоже надо понимать. Да нет, что для меня Саша обычный человек. Ну татухи у него. Ну и что? Ну вот, смотрите. Я вам сейчас покажу просто то, что в роликах не было. Понимаете, сидят маленькие, мартышки счастливые. И я не вижу у Саши на лице агрессии, как вы там говорите. Совершенно не вижу. Он с таким как с обожением. И вот дети обнимают, целуют. Нет, Саша и Мася ночью уехали домой. Дочка почти, Тимоти. Да, девчат, по гороскопу нет такого, кто по гороскопу кому подходит. Мы с мужем вообще две противоположности. Дело в том, что люди сами по себе подходят друг к другу или нет. Темперамент, интересы, взгляды на жизнь. Понимаете, если у меня Валерий 62 года, и он там в знаках рыбы и в год обезьяны, а я весы скорпион, петух и 81-го, ну а мы все равно живем вместе. Понимаете? Потому что я с другим мужчиной не смогла бы жить. Ну вот у него-то была жена. Ну он тоже, видимо, не смог с другой женщиной жить до меня. Ну вот мы как-то вот так вот нашлись. Помоложе, хер его знает. Ну я умных просто не встретила помоложе, чем Валера. Ну вот поэтому уж извините, что нашла. Выбирать особо не из чего было. Нет, очень много хороших мужчин были, которые предлагали руку-сердце и все остальное. Звали замуж. Ну мне скучно с ними было. Немножечко не тот уровень. Потому что жить с телом это хорошо, это здорово, но это же надоедает со временем. Согласитесь? Хотя многие не согласятся, кто живет только с внешней оболочкой. У кого уровень осознания там на уровне земли, там людям не важно, что там внутри. Понимаете? Но я понимаю, что многих все-таки это интересует, потому что девчонки пишут, что вот, чувства остыли, все остыло, мне с ним неинтересно. То есть уже не о теле говорят, а мне с ним неинтересно. Ну мне с Валеркой всегда интересно, мне с ним всегда весело. С этим человеком скучно не бывает. Знаешь, почему 1 июня день защиты детей? Интересная вещь пришла. Ну, один стилетий сын выдал. Я знаю, почему день защиты детей 1 июня. Потому что 31 июня все школьники приносят домой дневники годовыми оценками. Слышали, да? Почему день защиты детей 1 июня? Потому что 31 все... Майки плохо? Ну не знаю. Потому что 31 все приносят дневники с годовыми оценками. Поэтому 1 июня день защиты детей. Для вас тоже, девочки. На всю левую руку тату. Вот это и есть наше женское начало. Во-первых, что у вас с папой? Ну, я имею в виду, в каком возрасте вы сделали эту тату, это тоже имеет значение. В каком цвете это исполнение? На всю руку по внешней, по внутренней, задеты ли пальцы? Так я и говорю, у Саши к детям нет мне, вот как многие, они детей не любят, они детей не хотят. Да как вы можете такую оценку давать людям, которых вы не знаете вживую, не знаете, как они разговаривают, общаются с детьми? Нет, Валера не смотрит сторис, он за дверью, там, детям завтрак готовит, что ему смотреть? Он со мной живет, ему без сторисов весело. У него даже исталья у него нет. Для меня самый важный критерий в моем муже, вы знаете, он меня убил буквально двумя фразами. Первый он сказал, что мне нужно сделать, чтобы я был у тебя один мужчина. То есть вы понимаете, что человек не идиот, он понимал, что у меня много есть кавалеров, которые также желают там связать жизнь, свою судьбу. И он просто спросил, что мне нужно сделать, для того, чтобы я был один? Сколько тебе нужно времени? То есть он мне не сказал, вот так вот, ультиматум, знаете, все, ты теперь моя, ничего не спросила, никак, не здрасте, не доставай. То есть у него нет отношения к женщине, как к вещи. И мне это очень важный момент, как к личности отнесся. И нравится, что он любит детей. Он сразу сказал, я хочу много детей. То есть мужчина, который сразу говорит о том, что он серьезно намерен с тобой жить не из-за того, что просто постель делить, а именно семью создавать. Это очень важно. Потому что я знаю, многие женщины переживают, когда хотят ребенка, второго, третьего, а муж говорит нет и все. Тоже странно. Вроде бы все хорошо, там обеспеченный муж, там зарабатывает хорошо, может в принципе двух-трех детей потянуть. А нет, то есть всегда вопрос появляется, возникает. А почему нет? Почему, чем плохо-то еще? Девчата, у меня по тату есть классный пост. Надо вам его поднять и еще раз написать. Спасибо, да, за скриншоты. Вот опять по будильни пишут. Девочка едет на консультацию, боится. Все боятся. Хондрос мучит йога, вечером йога. Про тату, вы знаете, мне отдельный эфир прям нужно целый час. Про тату вести, про знаки зодиака, про совместимость-несовместимость, про психосоматику тела, что откуда болит и о чем это говорит. На номер нужно написать. Девочки, еще раз про фитнес-клуб я забыла, да. Приятного аппетита. Фитнес-клуб открывается 10 июня. Тренировки будут понедельник, среда, пятница в прямом эфире. Если на эфир не успели, то в записи целые сутки вам тренировка будет доступна. Также входит туда питание на каждый день, психология по воскресеньям и домашние задания на каждый день. Все это за 500 рублей в месяц. Напишите вот на этот ватсап, который написан внизу, указан, два слова «хочу» в клуб. Сейчас многие будут умничать, три слова, два слова. Ну, напишите просто «хочу», одно слово напишите. Тоже нормально, я пойму о чем речь. Вот, и я вам напишу, куда платить и куда подписаться. Вечером будет у нас йога. Я дам вам пробанный урок для тех, кто не знает, что такое йога и с чем ее едят. Йога будет достаточно лайтовой, подойдет для всех, можно будет ежить всем. Я еще напишу, во сколько она у нас будет. И пошла писать пост, поздравлять победителей седьмого марафона. Все, девочки, я вас люблю, целую. Вам хороших выходных, отличной субботы и до вечера. Вечером позанимаемся с вами йогой. У меня отличное самочувствие. Мася 100% придуряется, Мася, что ей плохо. Хочется побыть слабой женщиной, особенно в субботу утром. Хитруша. Все, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok